Для журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмамин Гаджиева после четырёх лет следствия гособвинитель запросил 19 лет колонии строгого режима. Такой же срок просят для программиста Кемала Тамбиева и главы благодарительного фонда «Ансар» Абубакра Резванова, который вместе с Гаджиевым проходит по делу о так называемом финансировании терроризма. По версии обвинения, подсудимые якобы сотрудничали с объявленным Россией в розыск дагестанским проповедником Исраилом Ахмеднабиевым, известен как Абу Умар Соситлинский. Собирали пожертвования и отправляли их в Сирию. Абдулмамину Гаджиеву вменяется в вину публикация статей в «Черновике», в которых, как утверждает следствие, он якобы призывал собирать средства для курируемых Абу Умаром Соситлинским проектов и перевод представителю ИГИЛ 16 тысяч рублей. Заметим, что в апреле этого года Интерпол снял с международного розыска Абу Умара Соситлинского. Все экспертизы подтвердили отсутствие каких-либо элементов экстремизма и призывов к нему в статьях журналиста Гаджиева. Свидетели обвинения, по сути, выступили в пользу обвиняемого. Тем не менее, прокурор запрашивает такой срок. «Словно и не было никаких трех экспертиз моих статей, ни одна из которых не выявила в них ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом. Словно не слышал прокурор, как эксперт уже на пальцах объясняла ему, что ничего, кроме пропаганды хороших взглядов, в этих статьях нет. Словно гособвинитель и не заметил, что его засекреченный свидетель, якобы утверждавший о моем переводе в ИГИЛ, не явился в суд, и ни одного доказательства этого перевода в суде так и не было представлено. Как и не заметил опрос руководителя турфирмы, который на самом деле получил от меня эти 16 тысяч за проданный билет на самолет». Действительно, проведенная в мае третья экспертиза по делу Гаджиева не усмотрела никакого экстремизма в его публикациях. Коллеги редактора Черновика Абдулмамина Гаджиева считает его дело актом политического преследования. В течение четырех лет регулярно проводит одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. К сожалению, мусульмане России, в частности Дагестана, оказались неспособны защитить представителей своей общины. Ведь 19 лет приговора выносится не только интеллектуалу с большой буквы Гаджиева, но и всей умме. Абстрагируясь от лучшего представителя своей общины, мусульмане России, дагестанцы, окунают не только себя, но и своих детей в пучину мрачного будущего. Мне понравилось то, что вы нам задавали такие задачи, у которых нет ответа. И каждый придумывает что-то сам. Я делала лапшу домашнего изготовления из яиц домашних. И получается 500 грамм у меня стоит 300 рублей. Мы с братом организовали такой проект. Сначала он продавал магнитики, сувениры такие пластмассовые, а потом закупил деревянные изделия. Делаю украшения из эпоксидной смолы, и то, что я делаю, нравится людям. Видя, как они соревнуются друг с другом, наслаждаются решением этих задач, я понимаю, что их жизнь будет ясной и понятной в точке зрения решения любой жизненной проблемы. Ведь наша жизнь – это не 2 плюс 2, наша жизнь – это череда открытых задач. Научи детей финансовой грамотности вместе с Muslim Future. Подробности в описании к этому видео.